МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Детям нужны не просто какие-то школьные программы, доски и парты. Им нужно что-то создавать руками, открывать что-то новое в науке, в области технологии, физики и химии. Еще в начале учебного года об этом заявил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. Но не все школы могут обеспечить доступ своих учеников к новейшему оборудованию. Например, сельские школы, в которых учатся всего 100-150 учеников, не могут купить 3D-принтер или VR-очки. Специально для них был запущен мобильный кванториум. Он передвигается по югу Нижегородской области. Мобильный кванториум приезжает в конкретный населенный пункт, в конкретную школу. И каждый трек мобильного кванториума – это 2 часа. Соответственно, это минимальная программа 36 часов по виртуальной реальности, по робототехнике, по промышленному дизайну. И у ребят появляется возможность в рамках этого трека познакомиться с тем оборудованием и, возможно, перейти к следующему уровню. Костяк передвижной лаборатории составляют сотрудники технопарка «Кванториум Саров». Но есть и те, кто работает только в мобильной лаборатории. Наставников всего 5 по каждому из направлений. Группа уже посетила село Сакана Ордатовского района, а сейчас базируется в Нарышкино. Наставники у нас в основном – это либо выпускники, либо студенты магистратуры, представители нашего СРФТИ. То есть люди, которые непосредственно знают, что такое техническая направленность. Из всех у них техническое образование, поэтому им все это знакомо, все это близко. Они с этим соприкасаются и этому обучают наши детей. По приезде на место оборудование переносит школу, и наставник начинает работать с определенной группой детей. Программа построена таким образом, чтобы материал был понятен и интересен первоклассникам и будущим выпускникам. Дети сначала просто не понимают, кто приехал, зачем приехал. Обычно не понимают. Им каждый раз приходится рассказывать, например, про кванториум, что есть стационарный кванториум. Базируется он возле города Саров, поселка Кесатис. И мы рассказываем, что такое просто кванториум, что такое технопарк. А уже позже рассказываем про мобильный кванториум и зачем мы приезжаем к ним. И после того, то есть первое занятие, оно самое главное, самое важное. Важно заинтересовать их внимание, чтобы они ходили не просто, как им поставили занятия, а именно, чтобы они сами этого хотели, чтобы они сами стремились получать эти знания. В течение учебного года передвижная лаборатория посетит выбранные населенные пункты по три раза. Во время своего отсутствия наставники не бросают воспитанников, выходя на связь дистанционно. Что касается Сарову, по условиям нацпроекта мобильный кванториум его посещать не может. Пока ищут другие варианты, например, планируют проводить здесь мастер-классы. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Более 51 миллиона тестов на коронавирус проведено в России с начала пандемии. Только за последние сутки 409 тысяч. Между тем, количество заразившихся продолжает расти. За последние сутки в России выявлено свыше 13,5 тысяч новых случаев коронавируса. Таким образом, число зараженных выросло до 1 миллиона 300 тысяч человек. Количество нижегородцев, зараженных COVID-19, перевалило за 35 тысяч. В Сарове за выходные число больных увеличилось на 163. В 80 саровчан госпитализировано в клинике. В России до конца года запустят систему оплаты в магазинах и кафе с помощью биометрических данных, лица и голоса. Эксперты считают, что это сократит время обслуживания одного покупателя на кассе в 4 раза с 20 до 5 секунд. Вместе с тем, они не исключают, что клиенты будут отталкивать риски мошенничества и утечек данных. Напомним, на сегодняшний день биометрия используется только для удаленного открытия вкладов. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В России планируют разработать ГОСТ для экоигрушек. Он будет регламентировать производство игрушек из натуральных материалов, которые не окажут негативного влияния на здоровье детей и экологию. На рынке продаются детские товары с пометкой «Эко», но эта маркировка не подтверждена никакими документами. Новый стандарт решит эту проблему. По словам экспертов, инициатива укладывается в общемировой тренд. Люди стремятся оградить себя от вредных веществ и сохранить окружающую среду. С 12 октября по 1 ноября по будням с 9 утра до 6 вечера Управление по труду и занятости населения Нижегородской области, а также все центры занятости населения региона проведут горячую телефонную линию. Сотрудники управления проинформируют граждан и представители организации об изменениях в работе службы занятости населения. Объяснят, как подать документы через портал «Работа в России», подробно расскажут об изменениях в законодательстве о занятости населения. Телефон горячей линии 8 831 234 07 27. Общий российский народный фронт представил новый проект «Путешествуем по России» и объявил конкурс на лучший видеоролик о поездке по стране. В конкурсе можно выиграть тур выходного дня на двоих в один из российских регионов. Участникам нужно заснять, как турист путешествует по стране и выложить видео в Инстаграм до 15 октября с хэштегом «Раша Лайк». Вся информация о проекте размещена на сайте rushalike.ru Минус два стекла. Утром Саровчанин обнаружил, что в его машине разбиты окна и вызвал полицию. При опросе жильцов дома выяснилось, что практически всю ночь в автомобиле играла громкая музыка и мешала им спать. Чем еще запомнилась минувшей недели сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. На пятом километре в Орламовской дороге 62-летний водитель автокрана сбил «Шкоду» «Октавия», в которой находился водитель с ребенком. Виновник ДТП не пропустил легковой автомобиль при повороте налево и выехал на встречную полосу. От удара иномарку отбросило в бетонную опору. Водитель данной автомашины 1984 года рождения получила значительное телесное повреждение в виде тяжелой черепно-мозговой травмы, госпитализированной в реанимацию. И его сын, ребенок, 16-го года рождения, получил телесное повреждение в виде ушибленных ран, мягких тканей, лобной части головы. Мужчина за рулем автокрана был пьян. Машину он взял в аренду. По его словам, «Шкоду» на встречной полосе он не заметил. Пострадавший водитель пришел в себя. Сотрудники ГИБДД отметили, что избежать серьезных травм ребенку удалось благодаря тому, что он был в детском кресле и пристегнут ремнями безопасности. На перекрестке у Вечного огня водитель сбил 92-летнюю старушку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Два пешеходных перехода. И справа, и слева. Но вот она между ними пошла перпендикулярно к краю правой части. С многочисленными травмами пенсионерка попала в реанимацию. Сотрудница стоматологической клиники заявила о пропаже 12 тысяч рублей. Деньги находились в комнате персонала в кармане верхней одежды саровчанки. Оказалось, что коллега потерпевшей воспользовалась моментом и незаметно вытащила их. Лицо виновного установлено. Это саровчанка 77-го года рождения. Деньги возвращены владельцу, а по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса. По показаниям других сотрудников, деньги на рабочем месте пропадают не первый раз. Социальное, культурное, экологическое, медицинское и спортивное волонтерство. Добровольцы нужны практически в каждой сфере жизни человека. Волонтеры помогают нуждающимся людям, участвуют в организации мероприятий, проводят различные акции. Рассказать о своей работе на этом поприще можно в рамках городского конкурса Доброволец Сарова 2020. Подробности смотрите в следующем репортаже. Пять номинаций конкурса Доброволец Сарова 2020 позволят каждому волонтеру рассказать о себе и о своем направлении деятельности, привлечь в ряды добровольцев и еще больше людей. По словам Ульяны Нагарнюк, в Сарове действует около 30 волонтерских организаций. Количество зарегистрированных добровольцев приближается к 900. Задача рассказать о своей волонтерской деятельности, презентовать для организации, снять ролик о своей волонтерской деятельности и прислать нам до 15 ноября этого года. В конкурсе могут принять участие и новички, и опытные добровольцы, волонтерские отряды и их руководители. По итогам конкурса организаторы планируют провести в Сарове фестиваль добровольцев. Но в каком формате будет проходить мероприятие, пока неизвестно. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в городе. Мы, конечно, очень хотим, чтобы число заболевших снизилось. И нам как-то хочется всех увидеть, всех отблагодарить. Ну, конечно, соблюдение всех требований и норм. Но если так получится, что нас приведут в дистанционный формат, то мы будем продумывать концепцию дистанционного мероприятия. Также перейдем в Zoom, наградим, пригласим с добровольческой службы Нижнего Новгорода, которая нас курирует. Подробнее узнать об условиях конкурса можно в официальной группе Ресурсного добровольческого центра ВКонтакте или по телефону 99-113. В конкурсе могут принять участие саровчане старше 14 лет. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. В Нижегородской области от гриппа привиты более 550 тысяч человек. Такие данные приводит Управление регионального Роспотребнадзора. Прививку от гриппа сделали более 18% жителей области. В том числе привиты 159 тысяч юных нижегородцев. В регион доставили уже вторую партию вакцины от гриппа для детей. В планах медиков привить до 60% взрослого населения области. В Сарове в связи с многократными обращениями продлевается работа выездного прививочного кабинета. Во вторник он будет работать с 2 до 4 часов в торговом центре АТОМ. 14 октября в ТЦ Плаза с 10 утра до 12 часов дня. В официальных группах канала 16 в социальных сетях мы спросили у саровчан, сделали ли они прививку от гриппа. 15% респондентов сходили на вакцинацию сами и отвели детей. Только себе сделали прививку. 11% участников вопроса. 72% отказались от вакцинации. Несерьезный и бесполезный вид деятельности. Именно так 75% россиян оценили профессию блогера. Такие данные приводится в российский центр исследования общественного мнения. Между тем, блогинг прочно занял свою нишу в бизнесе. Доход популярных блогеров исчисляется миллионами долларов в месяц. А в Москве открылась Академия блогеров. Какими качествами должен обладать человек, чтобы привлечь свой аккаунт подписчиков и нужно ли этому учиться? Об этом в нашем следующем репортаже. Форбс опубликовал рейтинг российских блогеров, которые зарабатывают на рекламе в Инстаграм. На первом месте Ксения Собчак, которая в представлении не нуждается. По данным Форбс, телеведущая заработала в Инстаграм почти полтора миллиона долларов. Перефразируя стихотворение Владимира Майковского, хочется сказать, я бы в блогера пошла. Пусть меня научат. Блогингу действительно учат. Помимо различных интернет-курсов, в сентябре в Москве открылась Академия блогеров. К тому же дан старт новому проекту президентской платформы «Россия – страна возможностей» «Топ-блог». Эти ведущие блогеры и эксперты будут учить всех желающих развивать личные аккаунты и делать интересный и яркий контент для соцсетей. Блогингу можно относиться по-разному. Для кого-то это, так скажем, дневник, в который люди снимают и показывают, куда сходили, что поели, для себя, для друзей. Но для многих блогинг – это как настоящий бизнес. Никак, а это и есть настоящий бизнес. Потому что при должном эффективном ведении он может приносить огромную прибыль. По образованию Ирина – программист. Десять лет назад она решила уйти из найма и заняться продвижением различных бизнес-проектов, в том числе и в интернете. За десятилетия пространство «Всемирные пути» напоменялось. Сейчас для ведения бизнеса в интернете нужно, чтобы пользователи видели не только красивый сайт, но и самого предпринимателя. Интернет-пространство завоевывают блогеры. Поэтому Ирина решила пройти курсы блогинга, чтобы иметь преимущество перед конкурентами и не тратить время на самостоятельное изучение очевидных вещей. И поняла, что эта сфера деятельности принесет прибыль только при кропотливом труде и полной самоотдаче. Кроме сторис, очень важно еще планирование контент-планы, ведение разных рубрик, как в журналах, допустим. И это все надо заранее планировать, продумывать, чтобы зритель не заскучал. Опять же, снимать разных ракурсов, показывать и текстовые сторисы, и видео, монтаж постоянный. Ирина считает, что блогер в первую очередь должен обладать высокой степенью самоорганизации, владеть навыками тайм-менеджмента, уметь распределять свое время, а в будущем умело составлять график для команды. Также должен быть стрессоустойчивость и зрелость, чтобы реагировать адекватно на аудиторию, на комментарии аудитории. Также должен блогер, наверное, постоянно следить за трендами, потому что блогинг – это как живой организм. Он постоянно растет, меняется, и нужно держать руку на пульсе. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, в блогерском комьюнити выделилась новая лидерская группа – инфлюенсеры. Это люди-бренды. Они организуют работу так называемых медиазаводов и успешно конкурируют с традиционными медиаресурсами. То, что они влияют на потребительское поведение людей, очевидно. Фолловеры стараются быть похожими на своих кумиров, поэтому покупают то, что они советуют. Эксперты предсказывают, что не за горами влияние на убеждение и политическое поведение интернет-пользователей. По мнению экспертов СООМ, современный блогер должен сочетать все образы трендсеттера, общественного активиста и бизнесмена. Елена Грязкова, Евгений Шевцов, Сергей Рябов. Служба новостей СОРОВ-24. Елена Грязкова, Евгений Шевцов.